Проект бюджета опубликовали 3 ноября в газете «Одинцовская неделя». 19 дней шло его публичное обсуждение. Документы были в свободном доступе. Каждый мог внести свои дополнения и предложения. В основном проект муниципального бюджета социально ориентирован. Часть средств в 2017 году предполагается направить на восстановление инфраструктуры военных городков. Так, в будущем году планируют начать строительство детского сада в новом городке. Около 80% бюджетных расходов запланировано на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта. У меня, в общем-то, обращение к нашим главам местных муниципалитетов, городских и сельских поселений. В принципе, подумать, еще раз посмотреть свои бюджеты и принять на себя эти расходы. Несмотря на то, что общий объем доходов бюджета снижается, все основные текущие расходы сохранены. Продолжается строительство пяти объектов. Это четыре объекта социальной сферы и эстакады через железнодорожные пути. Татьяна Одинцова подробно рассказала о том, что ждет сферы образования, культуры и спорта в новом году. Только на развитие дошкольного и общего образования бюджетом запланировано около 7 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов рублей средства бюджета Московской области. Более 2 миллиардов выделено за счет средств бюджета Одинцовского района. 245 миллионов – это средства бюджета поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского района. Планируемые доходы учреждения образования, полученные от предпринимательской иной, приносящей доход деятельности, составят чуть более 200 миллионов рублей. Реализация программы в 2017 году и в плановом режиме до 2021 года будет осуществляться в условиях достижения приоритетных показателей трех групп. Основные задачи на ближайшие три года – максимально мобилизовать бюджетные доходы, в том числе путем увеличения налогооблагаемой базы. Привлечь новые объекты налогообложения, которые позволят бюджетам поселений задействовать дополнительные ресурсы, подчеркнул глава района. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.